Предоставить слово Светлане Бочарниковой, руководителе отдела ВЭТ-экспортного союза СЕУС. Спасибо, что несмотря на такую погоду дождливую, в середине июня мы все-таки собрались здесь. Смотрю, что по сравнению с предыдущими годами на этом заседании нашем прибавляется количество слушателей. Это приятно, неравнодушные люди появляются. Долго думала, о чем же мы с вами поговорим. И поняла, что прекрасных спикеров с презентациями, с цифровыми данными будут гораздо более опытными, чем я. Много Мария Михайловна Шостак, например, много расскажет подробностей. Поэтому я как представитель бизнеса, наверное, расскажу, как мы вообще себя чувствуем, как у нас обстоят дела, какая у нас боль, какие у нас радости. Собственно, об этом и тематика. Понимаем, что у нас в последнее время с урожаями все неплохо. Валовые сборы 20-х, прогнозы 21-го демонстрируют показатели, в принципе, о которых мы когда-то мечтали. Так что поговорим о тех успехах, знаете так, по-русски о тройке успехов, которые мы имеем, которые мы в перспективе видим и которые у нас, извините за грубое слово, отбирают по манифлям блестящие. Что же это у нас за успехи такие? Ну, во-первых, Алтайский край, которому особо не было суждено быть каким-то решающим звеном игроком на международном рынке, все-таки в некоторых нишах начинает завоевывать свое первенство, начинает быть решающим, так сказать, звеном. И вот по результатам, например, конференций крупных зерновых всероссийских международных, ты понимаешь, что в диалогах по некоторым зерновым и масличным продуктам, разговаривая с импортерами, крупными трейдерами с юга, из Европы, слышишь фразу, ну, конечно, вы в Сибири там формируете цены, мы за вами не успеваем. Раньше они покупали у нас дешевле рубля на 4, на 5, на 6, смотря на что за продукция, и там у себя могли перепродавать, например. Сейчас происходит немножко смещение этой тенденции. За счет чего? Ну, во-первых, в 2015 году, все помним, я люблю об этом говорить, появился Китай, открылись наши границы по зерновой и сельскохозяйственной продукции, подписали мы протоколы, этот перечень продукции, поставляемой на КНР, расширяется, плюс Южная Азия очень с большим интересом на нас смотрит за счет того, что у этих регионов, в принципе, с каждым годом процентов на 10 примерно в среднем вырастает, как сказать, потребность потребления. И мы, в принципе, готовы с каждым годом наращивать наши объемы и уже в цену формировать не минус логистика от Европы и Южных портов, а быть уже законодателями ценообразования. Как бы появляются уже свои планы, мечты, инвестиции в строительство, в хранение, в предприятия, в производство. Помню, что в 2018 году мы получили указы нашего правительства по поводу наращивания объемов сельхозпродукции. На полпути мы получали цифры от Минсельхоза, от таможни, от пищепрома, что мы очень успешно двигаемся к этой поставленной задаче к 2024 году. Но вдруг внезапно на текущий момент все понимаем, что сезон очень тяжелый и без того, с учетом всех этих эпидемических историй. Но плюс нам еще такой удар по пяткам прилетает, который превращает наш набранный темп, не просто замедляет его, а превращает в какой-то бег по босиком, по углям, можно его так назвать. Вспомним апрель 2020 года, уже не текущий сезон, но все же не так давно это было. На самом разгоне происходит запрет на вывоз подсолнечника, рапса, сои. Соответственно, продукция груженная уже в вагоны. Нам приходится останавливать контракты, как-то чудом с них слезать. Кто-то уплачивает штрафы, штрафы на простоях, репутационные потери какие-то. Ну ничего, мы как бы это все вывозим. Пережили. Наступает новый сезон, успешно работаем. Опять называем это разгоняемся. На самом разгоне, декабрь 2020, мы опять получаем этот удар по пяткам. И останавливается торможение происходит, выдача фитнесанитарных сертификатов, более пристальные проверки там всего-всего-всего. Перед введением пошлин все это понимаем. Но при этом у бизнесов что происходит? Груженные транспортные средства, подписанные контракты, закупленные при этом под экспортную цену покупателя, от которого мы уже получили предоплату. И, соответственно, этими же деньгами оплатили сырье, сельхозтоваропроизводителя. Что дальше с этим совсем делать? Начинаем в панике. Кто-то прогорает на этой всей истории. Приходится хорошо, если в ноль продавать российским каким-то переработчикам, разворачивать эти вагоны загруженные. Приходится как-то выгручиваться. Как бы не все с этим справились успешно. Напомним при этом, что с 2015 года у нас всего... Сибирский федеральный округ и Дальневосточный по пшенице, рапсу и ячменю могут экспортировать на Китай. Получили разрешение. И всего 7 регионов, а их 85, могут продавать. Прошу прощения, по рапсу только Сибирь и Дальний Восток. И 7 регионов пшеницу и ячмень могут экспортировать на Китай. Раз это направление стимулируется и Минэкономразвитие в лице РЭД с различными видами деятельности, субсидирование происходит. Происходит очень большая поддержка, в том числе финансовая, по конгрессно-выставочной деятельности. И опять же на этом разгоне, когда ты начинаешь новое направление, где чувствуется перспектива, огромный потенциал, все это у нас останавливается. Вопрос и производителей, и экспортеров один. У нас что, острая нехватка, какая-то рапса или на Дальнем Востоке соина внутреннее потребление. Вот как бы такие вопросы нас беспокоили. И наверняка многие слышали, в интернете гуляло такое выступление на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Хочется присоединиться к нему в одном послании. Дайте, пожалуйста, сохраниться, привыкнуть к каким-то определенным условиям и на какой-то срок дать в этих условиях поработать. Потому что мы только разгонимся, подстроимся под какие-то новые постановления, указы и законы. Начнем в них действовать, плавать, как что-то все кардинально меняется. И эти перемены слишком резкие, внезапные. Второй вопрос, который нас беспокоит, это мы просим выступать нашим рупором, как обычно, желательно, наверное, Министерство сельского хозяйства, наиболее влиятельный орган, по вопросу, допустим, пошлин. Этот вопрос тоже поднимался у нас очень остро на конференции, на пленарном заседании в Геленджике. По поводу пошлины на пшеницу, которая введена по паритету Новороссийска, то есть по Южному порту. Соответственно, будет отсчитываться логистика, и наша цена, получается, наша пшеница, если мы захотим продать на экспорт, должна быть, ну, минус грубо, там, около 4 тысяч рублей на тонну. Почему она должна стоить здесь в Алтае дешевле? Опять же, мы не грузим всегда на юг. Мы понимаем, что при формировании цены на южные порты так это правильно. Но мы же грузим в том числе и в Монголию, мы грузим в том числе и на Китай, мы грузим, пытаемся выходить на рынки, там, Бангладеш так же. Я не про свою конкретную компанию, мы, например, на Бангладеш не грузили, но я знаю, что Алтай умеет, может, и начинает это делать через морские порты Владивостока. Совсем никакой привязки к нам это не имеет. Предложение основное, кратко озвучу, что нужно дифференцировать установление пошлины по регионам, то есть хотя бы на какие-то узлы, хотя бы там на 3-4 части побить по федеральным округам. Это будет хотя бы справедливо, экономически будет считаться, потому что если мы торгуем на Монголию, на которой нам тут рукой подать железной дорогой, причем здесь Новороссийск, причем здесь Черное море, никакой связи совершенно нет. Мы получаемся в неравных условиях снова Сибирь и продолжаем это глотать. Во-вторых, по поводу этой пошлины вопрос, что валидность этой пошлины всего неделя. Если у нас грузится, например, пшеница или ячмень, или там любая другая культура, которая находится в этом Демпфере, то с момента согласования цены контракта, если эта партия хотя бы 2-3 тысячи тонн проходит до отгрузки и до расчета пошлины по последнему документу, как это установлено, ФТС, 2-3 месяца, о какой неделе можно говорить, если ты не успеешь ничего, даже погрузить на вагоны? Как можно продать, если не знать, какая пошлина? Поэтому расширять эту валидность нужно даже не до месяца, а 2-3 месяцев. Это было бы объективно. Во-первых, это обеспечило бы и поступление при этом в казну через ФТС, через пошлину. Мы бы контрактовались, зная, фиксировано, что в течение трех месяцев она не поменяется. И при этом это все равно ограничило бы, ту цель выполнило, ограничительную, которую государство ставит, за счет того, что не каждое государство будет готово импортировать по завышенным этим ценам. Дальше, что хотела сказать, тоже такой маленький нюанс, что в эти пошлины попадает твердая пшеница. У нас ее производят, потребление всю ее не осваивает. Почему такая нишевая культура попадает? Тоже вопрос, не основной наш продукт. И вопрос квотирования. Тоже это касается пшеницы и чмнязлаковых культур. Оно происходит у нас по постановлению, по историческому принципу. То есть сколько вы вывезли за предыдущий период, на основании этого берется эта цифра и формируется процентом соотношения квота на следующий период. Соответственно, вывозить успевают компании только в бесквотный период, когда она обнуляется, грубо говоря, то есть в высокий сезон. Мы в Сибири здесь просто, во-первых, не успеваем сформировать этот исторический принцип у себя, потому что получаем очень узкое окно, вот это без квоты, в которое мы не успеваем такие объемы сформировать. Почему Минсельхоз, например, не может потребовать в защиту своего региона и своих производителей и экспортеров, такой принцип формировать эту квоту по потребностям региона, исходя из остатков, исходя из объемов уборки, исходя из потребностей переработчиков. И эту квоту, пожалуйста, давайте формировать. А там уже внутри региона бить по экспортерам, как это сейчас делается. Потому что я посмотрела на то, как у нас распределено. Но многие компании, кто отгрузился, успел, потом говорят, а мы вообще не собираемся, а у них 50 тысяч, например, есть этой квоты. Мы вообще не получили, потому что тот период, когда был бесквотный вывоз, мы не успели отгрузить именно чистым экспортом, был только вывоз стран таможенного союза. Хотя это тоже экспорт, просто он минует таможню. Мы отгружали на Киргизию, отгружали на Казахстан. Мы могли бы сформировать для себя, для своей компании этот исторический базис. Но, к сожалению, этого не произошло. В общем, послание мое таково. Завой объединиться предпринимателей, бизнес из СХТП, экспортеров, переработчиков. Объединиться с Министерством сельского хозяйства для начала. И Министерство сельского хозяйства прошу нас услышать, попытаться дать нашим предложениям быть услышанными. Мы готовы обеспечивать рост экономики, вы прекрасно это понимаете. Готовы обеспечивать рост экономики, рабочие места всегда, развитие региона, повышение репутационной, узнаваемость региона на российском и на мировом рынке. Мы уже, в принципе, на пути к этому были. Не хотелось бы эти результаты все терять. И у нас все это должно получиться, если на игровое поле не будет подливаться масло. Спасибо.